В общем, это специалист по сертификатам, по декларациям и отказным письмам. Сейчас она попытается вам открыть тему сертификации, декларирования, отказные письма. Максимально просто для вас объяснит, как работать с этим. Смотрите, тут суть такая. Мы находим поставщика, у которого есть товары. То есть, и наша задача подобрать такие товары, которые не подлежат сертификации и декларированию. То есть, очень такие простые товары, которые можно уложить в отказное письмо. Так, чтобы нам максимально бюджетно сделать запуск. То есть, это будет 30-40 товаров. Они очень простые. И сейчас нам подскажут, как это сделать. Добрый день, меня зовут Арина. Для того, чтобы вам оформить документ, такой как отказное письмо, вам необходимо наименование по наименованию вашего товара в интернете. Просто в просторах интернета код ТНВЭТ. Необходимо вам его подобрать. Есть такие сайты, как альтеру, ткс.ру таможенные. И на них вы можете максимально просто по описанию посмотреть примеры декларирования, примеры подтверждения соответствия вашей же продукции. Далее вы наименование и коды ТНВЭТ, которые вы подобрали, передаете специалисту по сертификации, который подтверждает, что по данным кода можно оформить отказное письмо. Отказное письмо – это обычно исходящее письмо от органа по сертификации, от аккредитованного или от аккредитованного в добровольной системе, который вправе разъяснить, что данный вид товара по вашему коду ТНВЭТ не подлежит сертификации или декларированию. Отказное письмо примерно стоимостью бывает от 3,5 тысяч рублей и так далее. Почему и так далее? Потому что если вы можете в данное отказное письмо прописать неограниченное количество товаров, при том из разной категории абсолютно. 3-5 страниц обычно у органов по сертификации включены в данную стоимость. А сколько по времени делается сертификат или отказное письмо? Отказное письмо по времени занимает от 1 дня до 3 дней, как правило, потому что идет согласование кодов ТНВЭТ. Распечатывается оно обычно быстро, присылается вам в виде скана и далее присылается вам оригиналом по указанному почтовому адресу. Главный еще момент такой. Отказное письмо бывает от технического регламента, то есть оно гласит о том, что данный вид товара не подлежит сертификации, декларированию по определенному техническому регламенту, либо вообще по всем техническим регламентам, либо товар этот указывается неподходящим по 982-й постановлению. И тут важно понимать, что часть товаров может пойти в одно отказное письмо, а часть товаров может пойти в другое отказное письмо, потому что технический регламент и 982-й постановление в одно отказное письмо не прописывают. Но у них цена примерно одинаковая. У них цена одинаковая. Просто будет разделение на два. Это тоже нужно понимать. Если этот код ТНВЭД однозначно, например, с механизмом или еще там, или это пищевая продукция, что однозначно попадает под декларирование, тут уже будет стоимость, конечно, на порядок выше. Смотри, когда мы делаем отказное письмо, нам же не нужно тебе отправлять товар, чтобы ты его проводил, эти испытания. Нет. Просто достаточно наименования, кода ТНВЭД. Наименования, кода ТНВЭД. И все. Да, тут проверки качества этого товара совершенно нет. На то оно отказано письмо. Оно гласит, что данный товар не подлежит подтверждению. То есть мы ничем не должны подтверждать, ни испытаниями, ни внедрением системы качественного предприятия. Мы ничем не подтверждаем совершенно. То есть мы его привезли и привезли. А эта продукция априори считается безопасной для населения. То есть это не электроника? Электронику мы сюда не можем вписать? Не можем. Детские игрушки мы не можем вписать сюда. Не можем вписать все, что на батарейках, все, что светится, например. Все, что светится, мы не можем сюда вписать. Мы не можем сюда вписать одежду и обувь, что может принести вред здоровью человека, если сделано некачественно. На самом деле очень большой перечень товаров. Но еще больше товаров, которые можно сделать по отказному письму. Таких товаров тоже достаточно много. И в основном на маркетплейсах я замечаю больше таких товаров. Но они максимально простые. Максимально простые, да. И, так скажем, это не крупное производство какое-то. И материалы используются при изготовлении нетоксичные. Если, например, декларацию нам делать, мы подобрали товары, мы нашли товары, которые подлежат декларированию. Обязательно, да. Если мы делаем декларацию, то декларирование есть двух видов. Есть две системы. Это технические регламенты, декларация согласно техническим регламентам таможенного союза. Тут уже по коду, в принципе, понятно, какой будет технический регламент. И есть декларирование в системе ГОСТ-Р. ГОСТ-Р – это наша внутренняя, чисто российская система. По времени сколько занимает изготовление декларации и нужно ли нам товар отправлять тебе? А ты уже своему эксперту передашь. При декларировании обязательно основанием при декларировании является протокол испытаний. Это самый главный документ. В данном случае необходимо отправить товар на испытания. Испытания проходят от недели до трех недель в среднем. На самые простые категории товаров – это где-то неделя занимает испытания. Как протокол испытаний готов уже у нас? Как мы прошли испытания? Нам прислали протокол испытаний. Там нет никаких замечаний к качеству этого товара. На основании этого протокола уже оформляется декларация соответствия. В системе ГОСТ-Р, согласно второй вариант оформления декларации соответствия, в системе ГОСТ-Р у нас оформляется на основании постановления правительства 982. Там есть категории товаров, опять-таки по кодам, которые подлежат декларированию не на основании протоколов испытаний, а на основании системы менеджмента качества ISO 9001. Хорошо. А по отказному письму можешь какие-то кейсы свои последние предоставить или рассказать, какие были кейсы интересные? Например, пришел к тебе клиент, сказал, у меня есть вот эти товары, есть коды, и мне сделать нужно отказное письмо. Что не в отказное письмо, мы убираем, оставляем то, что подходит под отказное. Я сейчас не перечислю все наименование товаров, которые мне в последний раз предоставляли. Примерно что-нибудь. Примерно это была щеточка силиконовая, были часы, были сухие цветы для декорирования, и очень много было вещей для декорирования, было мылоручной работы. Оно тоже подходит под отказное письмо? Ну, тут мы подобрали такой код, что оно не подходит под средства личной гигиены, что это только для украшения. А, ну, в формате вот есть в Таиланде там сувенирчики, как слоник. Да. То есть это мыло фактически можно использовать, это уже будет средство личной гигиены, это уже декорирование. Но мы подобрали такой код, который гласит о том, что это всего лишь декор. Вот последний кейс проходил в таком формате. Девушка мне прислала все наименования свои с кодами, которые она подобрала. Эти коды я перепроверила, посмотрела. Два из них были неподходящими. Где-то 9 пунктов было всего предоставлено ей. Два из этих пунктов были однозначно декларированием, однозначно. То есть поэтому она их исключила из списка, и эти товары вообще исключила из закупаемых товаров. То есть она их не стала закупать, потому что там уже дороже за подтверждение соответствия. По остальным кодам мы подобрали более подходящее и запустили их в отказное письмо. Отказное письмо было одно, и оно было по 982-му постановлению, не по техническим регламентам. Смотри, в декларацию мы сколько можем, например, единиц товара засунуть, укомплектовать? Или, например, есть налобные фонарики, есть светодиодные какие-то ленты? Мы можем это все прописать в одну декларацию? Или же, когда мы делаем декларацию, мы делаем все это одна категория товаров, но разные модели? В декларировании, скажу проще так, производство товара осуществляется на основании нормативных документов. Это либо технические условия, которые необходимо иметь, либо ГОСТ, под который этот товар попадает. А проще говоря? Проще, я максимально просто сказала. Ну, например, смотри, мы лампочки какие-то. Вы производите лампочки, но, например, даже если вы их... Мы закупаем лампочки у поставщика. Вы закупаете лампочки у поставщика, но поставщик производит их на основании нормативного документа. Это его внутренний документ, это процесс его производства и все показатели, которые он должен выдерживать по этим лампочкам. Это либо ГОСТ, либо технические условия. Это нормативный документ. У нас в Российской Федерации пишутся ГОСТы, государством пишутся, и вы можете ими легко пользоваться любыми ГОСТами, если подходят под вашу категорию товара. Проще скажу, почему говорю про сложные эти нормативные документы. Проще сказать так. Один ГОСТ, один нормативный документ, одна декларация. То есть, если у вас под один ГОСТ попадает 10 наименований вашего товара, то есть, прямо они все в одном ГОСТе, они у вас там указаны, участвуют, то это одна декларация. Если у вас один товар производится по одному ГОСТу, а второй по второму ГОСТу, то тогда это две декларации. Например, а если в сертификаты мы можем указать разные категории товаров, ну, то есть, например, те же самые гирлянды новогодние. Они же есть с сеточкой, есть дождь, есть там разные формы. Форма вообще никак не влияет на категорию. Эти товары будут все из одной категории. И если у них характеристики электрические, у них одни и те же, и применение у них одно и то же, то они все идут в один сертификат. То есть, мы можем условно в один сертификат добавить 60-80 единиц товара, позиции, если они у нас одинаковые, просто одинаковые по характеристикам, но отличаются. Ну, разные по внешнему виду. Да, по внешнему виду. Да, только тут нужно понимать, что сертификация – это очень сложный момент подтверждения, самый сложный момент подтверждения соответствия. Если у вас 60 видов товаров, то они характеристиками все равно отличаются. Даже элементарно там может учитываться разный цвет, и будет 60 протоколов испытаний. И это отдельно, каждый протокол испытаний – это отдельная стоимость? Это отдельная стоимость. Либо есть там такие категории товаров, в которых можно объединить некоторые товары в один протокол испытаний и принять из них один типовой образец. То есть, например, у нас есть 10 разных гирлянд, у них у всех там напряжение одно и то же, не отличаются они цветом, просто отличаются фактурой. У них они по-разному висят. Тут их можно объединить в один протокол испытаний и выбрать один типовой образец. Но если они отличаются существенно по тем характеристикам, которые указаны в техническом регламенте, то на них оформляется разное протокол испытаний. Хорошо. Можно тебе написать или скинуть свой список, чтобы ты помогла сделать отказное письмо, или ответила там декларируется этот, или сертификат нужно на эти товары. Как можно ли с тобой взаимодействовать? Безусловно. Безусловно, взаимодействовать можно, предоставлять именные именования, но тут очень важно предоставить хотя бы примерные коды ТНВЭД, потому что это занимает очень много времени, и подборка кодов ТНВЭД никто физически заниматься не может, ни я, тем более, если я эксперту передам именование, эксперты тоже этим заниматься не будут, потому что они работают по всей России, и у них таких клиентов очень много. Важно подобрать коды ТНВЭД. То есть алгоритм следующий. Мы находим поставщика, например, у него есть товары. Мы выписываем себе список товаров, далее подбираем к этим товарам коды ТНВЭД, формируем список с кодами ТНВЭД, скидываем тебе, ты их перепроверяешь. Если что-то сюда не подходит, то есть не подходит в отказное письмо, мы это либо убираем, либо переносим в декларирование уже. Да, тут я на данном этапе помогаю какие-то коды исправить, то есть заменить на другие. То есть дальше ты исправляешь эти коды, в течение день-два мы делаем отказное письмо, высылаем уже на почту, то есть присылаешь ТНМ на почту. Да, я присылаю скан на почту. Любыми документами, которые выданы органами без сертификации, вы пользуетесь и куда-либо предоставляете конечному потребителю или на Marketplace, вы предоставляете заверенную копию. А есть срок годности у этого отказного письма? Отказное письмо выдается бессрочно. Все. Спасибо большое, Арина. Спасибо вам. Надеюсь, мы раскрыли эту тему. Если будут вопросы, пишите.